В Химках идет подготовка к новогодним праздникам. Украшают дома, общественные учреждения, остановки транспорта. Также с начала месяца в округе установили почти 50 елей. Как должны выглядеть Химки к Новому году, мы спросили у жителей муниципалитета. Вот какой-то год был в Химках, когда были ледяные скульптуры, горки, больше было немножко развлечений. Сейчас как-то, мне кажется, их немножко уменьшили. В принципе, по поводу улучшений даже не знаю, что сказать, потому что действительно украшено все хорошо. Здесь деревья у нас зажигаются красивыми огоньками. Всегда приятно выйти вечером, мы часто вечером гуляем. Поэтому, конечно, ночное освещение приятно. Вот фонтанчик у нас есть, который может быть поярче, повеселее. Но, в принципе, как-то все хорошо. Вот елочка у нас появилась теперь, так что будет нарядно. В общем, свет красивый, веселый, яркий – это уже хорошее настроение. Все жители Химок довольны украшением. Единственная большая просьба к администрации – не забывать про наших детей. Потому что у нас совершенно нет горок. Вот чтобы у нас как-то ставили горку вот здесь вот, на которой можно бесплатно было кататься деткам. Сейчас нету горок. Подготовку к Новому году обсудили на оперативном городском совещании с главой муниципалитета Дмитрием Волошиным. Основной особенностью празднования Нового года в преддверии 2019 года в Химках – это разделение и децентрализация праздника. То есть мы всегда отмечали, праздник был только в Старых Химках, парке Льва-Толстого, и со всего округа люди ехали в этот парк. В этом году по просьбе жителей мы делаем в каждом районе мероприятие. Также планируют запустить единую справочную службу. Работать она будет в дни каникул. Позвонить и узнать о мероприятиях в своем районе сможет каждый химчанин. Ксения Брагина, Николай Забродин, Служба новостей.